В 60-х, 70-х годах прошлого столетия многие школьники увлекались фотоискусством. Тогда практически в каждой школе, в каждом вузе были фотокружки. Председатель Рязанской организации Союза фотохудожников России Анатолий Осипенков начал свой путь в мир фотографии именно так. Я начинал фотографировать самым простым фотоаппаратом, который назывался «Школьник». Его, к сожалению, в моей выставке нет. Это самый простой широкопленочный фотоаппарат. На широкую пленку снимали. Ну и ввиду того, что у нас не хватало оборудования, проявляли мы в обеденных тарелках, разводили проявитель, закрепитель. Со временем многое изменилось. По словам Анатолия Осипенкова, цифровая фотография ворвалась в жизнь фотографов внезапно. И все, кто занимались пленочной, так называемой «мокрой» фотографией, были вынуждены менять свой привычный уклад работы. С тех пор в профессиональной среде идут споры, что же лучше. Найти здесь истину довольно сложно. Потому свои достоинства и недостатки есть у того и у другого. Например, цифровая фотография освободила от процесса проявления пленки, который требовал от фотографа знаний химии и умения печатать под фотоувеличителем. А также дала возможность улучшать фото, обрабатывая их на компьютере. Вот почему Анатолий Осипенков отмечает. Ему, как старому фотографу, сказать, что лучше сложно. Техника меняется, а вот тонкости создания красивой фотографии остаются неизменными. Цифровая фотография и пленочная фотография – это просто разные инструменты, которыми пользуется фотограф. А все законы фотографии, композиция, свет, построение кадра – все это осталось прежнее. Все так же. Без знаний вот этих основных художественных возможностей невозможно выполнить хороший снимок. Сейчас Анатолий Осипенков проводит уникальную выставку кинофототехника прошлых лет. На ней представлено более 100 экспонатов. Здесь можно увидеть камеры времен Великой Отечественной войны. Например, знаменитый немецкий фотоаппарат «Лейка» и киноаппарат «АКС-1», на которые снимали всю хронику войны. Также на стеллажах много советских кинокамер. А один образец имеет особую ценность, ведь он еще времен 19 века. Вот это камера французская. Вот это стереофотоаппарат. Это значит, что при съемке делалось сразу два кадра. Вот смотреть это можно было через такую систему, вот такое устройство. Помимо фото и видеотехники в портретной студии Анатолия Осипенкова проходит выставка его работ. Это результат поездки автора по курортным городам Кавказа. Фотохудожник рассказывает, что целью было не создать красивые открытки, а передать дух Кавказа. По его словам, фотографировать людей, их эмоции всегда очень ценно. А зрителям такие снимки интереснее смотреть. Анастасия Арт, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».